Телеканал Санкт-Петербург. Вместе с вами подведем информационные итоги дня. Меня зовут Евгений Соловьев. Здравствуйте. Только на время прямого эфира сниму маску, чтобы рассказать о главных городских событиях. Вот о чем в том числе. Теплые снежных крестов ставят коммунальные службы под ружье. Будет работать на внутриквартальных территориях 7200 дворников. Петербург во власти циклона из Атлантики. Отвечать придется по-взрослому. Наши дети, которые отправятся на эти митинги, имейте в виду. Петербуржцев предостерегают от участия в несогласованных акциях. Хоть и не близкий, но очевидный путь победы над вирусом. Чтобы уже создавался коллективный иммунитет. Более 27 тысяч петербуржцев уже сделали прививки с начала массовой вакцинации. Современный дом для поездов в петербургской подземке. За три года мы окупим полностью все средства, которые вложили сюда. Депо «Дачное» на экваторе масштабной реконструкции. Операция «Кооперация» или вас здесь не стояло? Если не регулировать этот вопрос, то мы так и будем получать во дворах внезапные стихийные платные парковки. Придомовая территория раздора и околокоммерческих споров. Петербург во власти сильного снегопада. Непогоду на оберега Невы принес циклон Крестов. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций комитеты по энергетике, благоустройству, транспорту и жилищный комитет переведены в режим повышенной готовности. Об этом распорядился губернатор Александр Беглов на оперативном совещании. Планируется, что будет работать на внутриквартальных территориях 7200 дворников. Мы планируем вывести для очистки кровель на многоквартирных домах около 1500 кровельщиков. Малой механизацией, которая будет работать на внутриквартальных территориях, планируется вывести 600 единиц малой механизации техники. Также планируется, что в городе, на улицах и дорогах, и магистралях Санкт-Петербурга будет работать более 1000 единиц специализированной техники. О начале метели горожан оповещали через СМС, рассылку и информационное табло в общественном транспорте. Если метель застала вас в личном автомобиле, в МЧС советуют съехать на обочину, включить аварийку и переждать непогоду. Мы просим, если есть, конечно, такая возможность у наших жителей, у гостей нашего города, воспользоваться общественным транспортом и по возможности, все-таки на период такого сильного снегопада, оставить автомобили дома, в гаражах, чтобы не создавать такого коллапса на дорогах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону 01. С мобильного телефона следует набирать 112 или 101. Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в несогласованных акциях протеста 23 января. Исполнение поручено Роскомнадзору. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. По этому вопросу высказываются петербургские политологи, общественные деятели и лидеры мнений. Сегодня идет адресация к молодежи. И не просто к молодежи, а в том числе и к школьникам. А вы знаете, молодые люди часто реагируют на фантики, а не на содержание. А на фантиках иногда пишут то, что не соответствует действительности. И вот в этой ситуации хотелось предостричь и родителей этих молодых людей, да и самих молодых людей, не покупаться на ложные призывы и понимать, что на сегодняшний день все должно быть в правовом поле. Участие несовершеннолетних, я считаю, конечно, недопустимо. И здесь с родителем нужно внимательно смотреть за своими чадами. Куда, зачем они идут. Если хотят вместе с родителями, пусть гуляют, пусть где-то вместе с родителями участвуют, в чем угодно. Любой, кто пытается несовершеннолетних граждан, а, проще говоря, подростков, втянуть в политическую борьбу противостояния несанкционированной акции, это провокатор и негодяй. Я, как педагог, могу вам сказать, по первому образованию, никогда не пустил бы и не посмел бы привлечь ребятишек к каким-либо несанкционированным политическим акциям. Особенно сейчас, когда каждый выход на любое массовое мероприятие, помимо прочего, это еще и угроза заболеть. В политической деятельности у нас могут участвовать люди, как известно, избирать и быть избранными. С 18 лет, значит, надо, опять-таки, тем, кто этой цифры не достиг, в этом процессе не участвовать. Все, что я говорю об этом, то есть власть должна действовать в рамках закона, и, соответственно, мы, граждане России, тоже должны действовать в рамках закона. Непонятно, почему они предпринимаются очень жесткие меры относительно граждан, которые призывают прямым образом, призывают несовершеннолетних идти и на вот эти митинги, то есть буквально под дубинки ОМОНа. В этой связи я полагаю, что реакция государства должна быть супер жесткой в отношении людей, которые пытаются это провести и спровоцировать подобного рода инциденты. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, по федеральному закону о собраниях и митингах несовершеннолетние несут ответственность наравне с прочими участниками правонарушений. Если дети или подростки идут на несанкционированные мероприятия, выступают его организатором или ведут себя провокационно, то такие действия подразумевают административную и даже уголовную ответственность. На сайте правительства размещена памятка для родителей детей, участвующих в митингах. В январе меньше, чем в декабре. Эпидемиологи оценили динамику новых случаев коронавируса в Петербурге и Ленинградской области. Примечательно, что в обоих регионах нет ни одного официально зарегистрированного случая повторного заражения COVID-19, и что примечательно, ни одного заболевшего гриппом. Представители Роспотребнадзора объясняют это эффективной и своевременной прививочной кампанией. В целом о ситуации с распространением коронавируса подробно Виктория Демина. Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. За сутки выявили 3 112 новых случаев заражения. Наблюдается рост числа выздоровевших – 4194 человека. Скончались 79. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки в больнице доставили 565 взрослых и четверо детей. 684 пациента находятся в реанимации, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 325 пациентов. Свободными остаются больше 28% коек. За сутки на COVID-19 обследовали больше 31 тысячи человек. Под амбулаторным наблюдением остаются 62 307 петербуржцев. С начала пандемии число заболевших в городе уже более 310 тысяч. В целом ситуация за неделю стабильная. По сравнению с предыдущим днем показатели ниже на 7%. Но пока цифры превышают данные недельной давности. В прошлый четверг в Петербурге зафиксировали 3041 случай. Число выздоровевших за неделю резко увеличилось. По ежедневному числу заболевших Петербург на втором месте. В лидерах Москва. Всего за сутки по России выявили больше 21 тысячи случаев COVID-19. Выздоровевших – более 26 тысяч. По номеру 122 поступило почти 4000 обращений. Продолжается доставка гуманитарных наборов. С начала октября 138 тысяч петербуржцев получили помощь волонтеров. Также петербуржские добровольцы на личных автомобилях продолжают доставлять врачей на вызовы к больным. 183 добровольца вместе с медиками помогли 7 тысячам петербуржцев. Волонтеры-медики продолжают работать в поликлиниках. Они обзванивают пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, проверяют температуру у посетителей, помогают медсестрам и маломобильным пациентам. Виктория Демина, Нарина Степанян с новостей, телеканал Санкт-Петербург. В сети появилась подробная инструкция для желающих сделать прививку от коронавируса. Где зарегистрироваться, как заполнить анкету, кому вакцинация просьба показана, все расписано дословно по шагам. Ну а между тем, более 30 тысяч петербуржцев уже сделали прививки от коронавируса с начала старта массовой вакцинации. Пока коллективный иммунитет – это самый очевидный и самый понятный путь полной победы над заболеванием. Но столь же очевидно, что путь не близкий. Александр Чуев подробнее. 9% составляет ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. По данным Роспотребнадзора, ковид в городе диагностировали уже у 310 тысяч жителей. Эпид-обстановка в городе остается пока напряженной. Но есть некоторые положительные моменты, которые мы отмечаем. Мы видим, что количество свободного коечного фонда достигло уже 28%. В целом идет уменьшение количества госпитализаций для стационаров. Утром новая крупная партия вакцины прибыла в Петербург. Более 62 тысяч доз спутник вида оставили на центральную фармацевтическую базу. Ампулы пересчитывают, проверяют, регистрируют в системе и распределяют по 70 пунктам вакцинации. В первую очередь, естественно, едет в те пункты вакцинации, где уже заканчивается вакцина или уже близко к нулю, для того, чтобы население нашего города не останавливалось. И действительно, для того, чтобы уже создавался коллективный иммунитет. На следующей неделе из Национального исследовательского центра Гамалея в Петербург поставят еще 60 тысяч доз. В ближайшее время дополнительно откроются 50 новых центров вакцинации. Существует специальная сетка расписания, куда пациент записывается. Записывается он через колл-центр. В будущем, возможно, будет реализована и онлайн-запись. Существуют специальные слоты в расписании, которые выделены именно под вакцинацию. Это не коммерческая, а скорее репутационная история для частных клиник. Главная задача, как можно скорее выработать так называемый коллективный иммунитет. Бизнес готов помочь городу. Сам препарат бесплатный для пациентов, правда, за прием придется заплатить. Все-таки на одного человека врачу нужно потратить около часа рабочего времени. Согласно Санпино, вакцину от коронавируса нельзя хранить в морозилке стандартного медицинского холодильника. Для этого должна быть специальная морозильная камера. Ее закупили отдельно. Камера открывается ключом, она достаточно вместительная, а еще у нее сравнительно низкая температура хранения. Цифры указаны вот здесь. Прежде чем сделать укол, пациент должен заполнить анкету, есть ли у него хронические заболевания или другие противопоказания. Дальше осмотр, затем подпись добровольного согласия на вакцинацию. 15 минут препарат будет размораживаться, а после укола пациент еще полчаса сидит на кушетке под присмотром доктора. Вакцину применяют впервые, отношение к ней очень внимательное. Ампул в клинике пока нет, однако инфраструктура уже готова. Из этих 50 пунктов 24 пункта, которые не будут принадлежать подведенственным поликлиникам, это будет 22 частных пункта и 2 это федеральные учреждения, которые тоже будут участвовать в нашей вакцинальной кампании. От коронавируса уже привиты 27 тысяч петербуржцев. Почти 5 тысяч получили второй укол. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось. Александр Чуев, Артур Хабибов, Александр Лоскутов. Новости телеканал Санкт-Петербург. Теперь о других заметных событиях дня в нашем кратком обзоре. Состояние здоровья Ализы Френдвих стабильное. Как сообщают медики, налицо положительная динамика. Однако народная артистка СССР до сих пор находится в палате интенсивной терапии. В реанимацию центра имени Соколова актриса попала еще в конце декабря. Петербургские полицейские раскрыли серию ограблений АЗС на севере города. К причастности в трем эпизодам в Выборгском районе подозреваются двое молодых людей, которые похищали моторное масло. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны. Полиция устанавливает их причастность к другим похожим случаям. Энергетики переходят на усиленный режим работы. Из-за резких перепадов температуры вырастет нагрузка на теплосети. Оперативные бригады обеспечены дополнительной техникой. Готовы своевременно выезжать на место аварии. Петербуржцы просят не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды. Незамедлительно сообщать ОЧП по телефону 004 или 112. Петербургский метрострой отмечает сегодня 80-летие. Предприятие возвело все станции метрополитена северной столицы. За строительство городской подземки в 40-х взялись более 10 тысяч специалистов. Первая ветка открылась в ноябре 1955-го. Составы пошли от Автова до Площадь Восстания. Сегодня пассажиров принимают 72 станции. Между ними почти 125 километров тоннелей. Питстоп для петербургской подземки. Масштабная модернизация депо «Дачное» преодолела своеобразный экватор. Специалисты заявили о том, что выполнена более половины от всех запланированных работ. После завершения реконструкции здесь будут проходить обслуживание состава, которые раньше приводили в порядок сторонние организации. И понятно, что не бесплатно. Дмитрий Ковалев о перспективах, которые открываются перед петербургским метрополитеном вместе с открытием депо. Это первый производственный корпус. Его реконструкция запланирована на третий этап, самый объемный и продолжительный. Площадь здания больше, чем у двух уже отремонтированных помещений вместе взятых. В нем шесть железнодорожных путей. И там будет ремонтироваться подвижной состав. Одновременно на базу может заехать 30 вагонов. Рядом второй корпус. В нем уже новые станки. Здание, как и электромашинный цех, ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. В целом работы по реконструкции электродепо «Дачная» завершены на 40%. В помещениях проведен ремонт, заменены инженерные сети, кровля и система вентиляции. Сложности возникли с поставками оборудования. Заводы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Но работы подрядчик намерен закончить в срок. Заводы не работали месяцами. Сроки никто не отменял. И поэтому проблемы были больше с этим связаны. То есть оборудование-то, оно все прописано в техническом задании. Оно понятно. Его надо просто было купить, привезти и поставить. Вроде бы, да? Доставить и установить новое оборудование все-таки получилось. Это машины для работы с колесными парами. Отремонтировали старые станки. В ближайшие годы планируют закупить еще несколько агрегатов. Мы получили возможность выполнять работы в полном объеме. По колесным парам, по изготовлению запасных частей. Ну и самое главное, что корпус отремонтирован. Перспективная программа, рассчитанная до 26-го года, предусматривает замену оборудования на новые, более современные станки. Стоимость всей реконструкции оценивается в 4 миллиарда 300 миллионов рублей. В метрополитене уверены, за счет ремонта составов на своей базе в будущем удастся сэкономить. Посчитать это легко. Депо объем ремонта, который мог бы быть передан на аутсорсинг, то есть внешнему поставщику этой услуги на ремонтные предприятия, превышает затраты, которые мы проведем, выполняя эти работы собственными силами. За три года мы окупим полностью все средства, которые вложили сюда. Реконструкция депо должна закончиться летом 2022 года. После ввода всего комплекса в нем запустят полный цикл обслуживания составов. Мощности хватит, чтобы поддерживать состояние вагонов на всех линиях метрополитена. Дмитрий Ковалев, Наталья Шорникова, Селена Волкова. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. В Кронштадте открылась первая городская парковка. На 113 мест ею могут воспользоваться, например, жители ближайших микрорайонов или те, кто приезжает на остров Котлин в статусе туриста. Чтобы не толкаться в центре стремительно развивающегося музейно-развлекательного кластера, автомобиль можно припарковать и далее передвигаться на общественном транспорте или пешим порядком. Максим Лебедев подробнее. Эта стоянка площадью 7500 квадратных метров стала первой городской в Кронштадте. Парковка должна помочь автолюбителям, которые каждый день приезжают сюда из Петербурга. К тому же сейчас город-крепость развивает свой туристический потенциал, а значит нужно готовиться к встрече гостей. Эта стоянка на 113 машин и мест, плюс предусмотрено 13 мест для инвалидов. В летний период времени можно установить до 10 автобусов на смежной с нами дороге. Стоимость 30 рублей в час для автокрового автомобиля, 100 рублей в сутки и абонемент на 2000 рублей в месяц. Плату за места для инвалидов, конечно, брать не будут. Тут также для поклонников здорового образа жизни на территории автостоянки разместили велосипедную парковку. В этом микрорайоне здесь проживает 12 тысяч человек. И для того, чтобы разгрузить немножко внутриквартальные территории, дворовые от машин. И в преддверии больших праздников, там главного военно-морского парада, когда вы знаете, у нас здесь были первые моменты коллапсов. Поэтому у нас сюда мы будем ставить и машины. Ну и, наверное, в такие дни можно будет заполнить всю автобусами. Строительство стоянки обошлось 39 миллионов рублей. В ближайшие годы ее дополнительно оборудуют. Тогда парковка будет полностью автоматизирована. На самом деле большая задача была решена. Казалось бы, небольшой парковочной зоной, но она носит такой перехватывающий характер. То есть основная задача, что когда приезжают сюда туристы, они должны оставить свой автомобиль и перейти на общественный транспорт или в пищем порядке пройтись в исторический центр Кронштадта. Это не последняя стоянка, которая появится в этом году. До конца января откроется перехватывающая парковка у станции метро «Проспект Ветеранов». Также в планах на 2021 автостоянки у железнодорожной станции «Царское село», метро «Рыбацкая» и «Старая деревня». Впрочем, не всем парковкам в городе сами горожане рады. Некоторые из них как раз машины-места, предметы ожесточенных войн. И хорошо, что войн пока словесных, максимум судебных. Речь о придомовых территориях, которые регулярно пробуют освоить под бизнес предприимчивые горожане. И чаще всего именно под парковки. Насколько это законно и что делать, если у дома, где раньше стоял ваш автомобиль, вдруг появился забор и шлагбаум? Александр Буренин разбирался. Помните знаменитый фильм «Операция Кооперация»? Так вот это, видимо, версия 21 века. Только теперь сюжет не комедийный. Эти дворы застраивались, заселялись в конце 70-х годов. Тогда, разумеется, машин было гораздо меньше. Но вот эта территория существовала. Единственное, со временем она расширялась. Как вы видите, даже в разгар рабочего дня здесь крайне тесно. А вечером становится еще плотнее. Но все-таки более-менее люди места себе находят. И вот недавно они узнали, что скоро парковка станет еще комфортнее. Здесь появятся шлагбаум и забор. Но только за свое место нужно будет платить. Такой сценарный поворот люди отвергли на уровне презентации. Еще в 2019-м во двор приходили двое мужчин и спрашивали, как подсоединиться к местному электрощитку, чтобы протянуть кабель на территорию будущей парковки и начать строительные работы. Люди решительно сказали нет и еще вызвали полицию. Теперь история повторяется. Приходят неизвестные и называют себя немного забытым словом «коператив». Собирают подписи, обещают скидки и льготы на места для тех, кто запишется раньше всех. Цена начинается от полутора тысяч рублей. Это началось с того, что они мою маму обманули и других жильцов, с которыми я общалась. Через пару дней они начали представляться инициативной группой, хотя ее вообще здесь не было. Это обман. Каждый прикинул, что в каждой семье может быть одна машина, может быть две, может быть три. То это может быть полторы тысячи, обернется четыре с половиной, умножить на 12 и умножать. Больше 50 тысяч за то, что ты будешь стоять под своим окном у своего дома. Вся проблема в том, что свой дом и свое окно являются собственностью, а вот земля хоть и рядом, но городская. И на юридическом языке аргументы в стиле «я ставил здесь машину, 30 лет не имеют правовой силы». По всему городу не хватает парковочных мест. И находятся предприимчивые кооператоры, которые оформляют документы на землю. За парковку никто не ратует, но общественное мнение – дело десятое, когда речь идет о прибыли. Подобные схемы имеют успех в случае бездействия местных жителей. Когда жители показывают, условно говоря, зубы тем, кто покусился на их территорию или на их какую-то комфортную жизнь, как правило, многие встают именно на их сторону. Гипотетически можно эту землю сдать в аренду еще раз, уже с готовой парковкой. Это абсолютно другая цена. Прибыль, как от золотой антилопы. Если не регулировать этот вопрос, то мы так и будем получать во дворах внезапные стихийные платные парковки. И сколько их было по городу, в центре, их было огромное количество, которые просто работали самозахватом вообще без каких бы то ни было документов, и все на это закрывали глаза. Кстати, тот же кооператив уже взял в оборот территорию перед новым жилым комплексом на Октябрьской набережной. Успели ликвидировать небольшой сквер и спонтанную парковку, заасфальтировать территорию и поставить забор. Жильцы взбунтовались, и уже есть предписание на снос забора. Люди и вовсе предлагают свой план благоустройства и даже готовы участвовать финансово. А пока необходимо буквально протискиваться к собственному дому. Забор умудрились поставить таким образом, что он лишает мест и автолюбителей, и пешеходов. Александр Буренин, Игорь Мигулин, Сергей Клюкин, Наталья Шипицына и Оксана Бушмелева, Телеканал Санкт-Петербург. Операция по спасению Четвероногого. Петербургские волонтеры помогли собаке, которая застряла на льдении в Кронштадте. Пса заметили в пяти метрах от берега, около сухогруза, на одном из причалов. Грузовое судно не смогло двинуться с места, так как в этом случае под ним бы треснул лед, и собака точно утонула. Специалисты службы спасения животных «Кошки спас», вызвалили собаку из ледяной ловушки всего лишь за шесть минут. После чего ее накормили, согрели. Через соцсети удалось найти и хозяев, которые уже три недели искали собаку. Оказалось, она сбежала еще в декабре, испугавшись взрывов петард. И в завершении выпуска о погоде. Завтра на берегах Невы потеплее. Температура воздуха ночью и днем минус один, минус три градуса. Снегопад к вечеру перейдет в дождь. Магнитное поле останется спокойным. Снегопад к вечеру. У меня на этом все. Далее новости спорта. С ними нас познакомит Иван Лосев. Иван, добрый вечер. Хороший день для петербургских болельщиков. Естественно, друзья, петербургский СКА, зенит, футбольный, к слову, и баскетбольный одержали победы. В нашем распоряжении есть картинка из Объединенных Арабских Эмиратов. Покажем, расскажем по всем в нашем выпуске через каких-то 11, 10, 9 секунд, пожалуйста.